Всем привет, ребят! Сегодня поговорим о покупке поддержанной PlayStation 4. Пройдемся по всем пунктам от А до Я, которые, как я считаю, стоит обязательно учесть при покупке не только поддержанной PlayStation 4 или Xbox, любой другой консоли, но и любой поддержанной вещи вообще. И да, сегодня прозвучит довольно много банальных вещей, которые, я уверен, большинство из вас и так уже знает, но я придерживаюсь правила то, что понятно тебе, не всегда понятно другим. И, конечно же, прозвучат какие-то отдельные частные вещи касательно PlayStation 4. Короче, сейчас все поймете. Погнали! Сперва скажу, что дать стопроцентную гарантию того, что все будет окей, вам не может даже покупка новой консоли, не говоря уже о покупке поддержанной. Думаю, вы это понимаете. Тем не менее, я считаю, что покупка поддержанной PS4, особенно сейчас, под занавес поколения, когда цены на вторичном рынке совсем не кусаются, это отличный способ и сэкономить, и приобщиться к вселенной PS4, раз вы этого до сих пор не сделали. А если придерживаться каких-то правил, то можно найти вполне достойные варианты. Еще один важный нюанс, который я не устаю повторять от ролика к ролику. Почему не PS5? Да потому что выйдет она через год. И что, купить PS5, отдать 500 баксов и играть в Uncharted 4? Или Horizon? Или Until Dawn? Или Ведьмак? Зачем? Если можно купить консоль сейчас и пройти все интересующие игрушки гораздо дешевле, я сомневаюсь, что там что-то будет гораздо круче. Да, может быть 60 кадров в секунду и все, но ждать год и отдавать больше бабки? Зачем? Я считаю, что на PS5 нужно играть в игры для PS5. Первый пункт, который вы никак не сможете обойти при покупке поддержанной PS4 для любой поддержанной вещи, это, конечно, просмотр объявлений. С него и начнем. Конечно, всегда хочется купить подешевле, но у вас должны насторожить слишком сладкие предложения. Особенно с текстом. В духе купили ребенку, поиграл 3 дня и теперь консоль лежит без дела. Вот хотим продать. И не скажу, что это всегда неправда, но когда это реальная история, то, как правило, люди не продают по самой низкой цене. По самой низкой цене продают или не комплект, или с явными дефектами. Что с такими объявлениями делать, думаю, вам и так понятно. На что обращать внимание в самих объявлениях? Я бы рекомендовал в первую очередь читать текст. Внимательно читаем, что написано. Часто там бывает полезная и важная информация, которая поможет вам понять, стоит ли рассматривать этот вариант вообще. Также неплохо, если это возможно, посмотреть, как давно на этой площадке автор и его репутацию. Далее, как банально бы это ни звучало, внимательно смотрим на фото. Причем важно смотреть не только на саму консоль, геймпады и кабели, но и на мелочи, которые могут сказать о гораздо большем, чем сам вид консоли. Например, протерта ли она хотя бы от пыли? Или заморочился ли хоть немного автор объявления с фото или сделал их так? От балды. Такие вот мелочи и определяют людей. То есть, исходя из этого, можно уже догадываться, каким человеком является обладатель этой консоли, аккуратным или неряшлем. А исходя из этого, уже можно догадываться, как он примерно обращался с консолью. А исходя из этого, уже думать о том, жива она или находится на последнем из дыхания. И понимаешь, звучит банально или как-то даже глупо догадываться по фото, гадания, но жизнь такова и зачастую мелочи далеко не мелочи. После того, как вы отобрали лучшее, на ваш взгляд, предложение, я считаю, что лучше всего именно позвонить, а не приписываться, если, конечно, есть такая возможность. Во-первых, так вы сэкономите себе и человеку время, а то получится вы вопрос, он вам ответ, вы снова вопрос, и так через день, и получится, что затянется это дело все на неделю. А во-вторых, по разговору многое можно понять. В ходе самого разговора задайте пару стандартных вопросов. В духе, как давно владеете, почему продаете, какие нюансы и что в комплекте. Это даст вам какое-то представление и о приставке, и о ее владельце. Думаю, разницу в ответах в духе, это не моя, я вообще продаю приставку друга, а он уехал за границу. Или же в спокойных ответах, когда человек идет на контакт и готов рассказывать всю историю жизни консоли, и понятно, что он просто хочет ее продать, вы уловите сами. И знаете, я бы даже сказал, что поиск подходящего предложения самый важный момент, и правило, какой владелец такая вещь, никто не отменял. И я в своей жизни неоднократно убеждался в истинности этого высказывания. Конечно, бывают исключения, но надеяться на них, я считаю, все же не стоит. Далее, как бы это сурово ни звучало, следует осмотр консоли. То есть, я не рекомендую покупать консоль удаленно или как-то по почте и так далее. Я считаю, что лучше всего найти поддержанную PS4 у себя в городе, чтобы, во-первых, можно было поехать ее, посмотреть, поклацать и так далее. И самое важное, второе, это убедиться в отсутствии постоянного бана. Первым делом, конечно, берем консоль в руки и смотрим на повреждения корпуса. Царапины и мелкие сколы не так важны, особенно в первых ревизиях с глянцевой поверхностью. Важно понять, падла консоль или нет, так как падение есть падение. И если консоль повреждена, то банально ее просто не берем. Осматривая корпус консоли, смотрим на гарантийные пломбы сзади. Причем, если их нет, то это не повод еще не покупать консоль, так как порой их люди просто чистят от пыли. Тем не менее, уточните причину их отсутствия. Вообще, если консоли более трех лет, то будьте готовы сами ее разбирать и чистить от пыли, что на самом деле довольно геморно из-за особенных болтиков. Вообще, если лень, можно и не чистить. Просто будьте готовы, что она будет шуметь и греться. Сгореть не сгорит, но греться будет. Если с внешним видом все окей, то, конечно, следует ее протестировать в деле. И для этого достаточно запустить любую игрушку с хорошей графикой минут на 15-20. Только сразу предупредите хозяина, что вы собираетесь делать, а то он подумает, что вы просто заехали к нему поиграть. И этого времени, в принципе, уже достаточно, чтобы она разогрелась, чтобы понять, работает она или нет. И казалось бы, с внешним видом все окей, она работает, запускает игры и можно брать. Но есть пара нюансов. Достаем диск из привода и выключаем звук на телевизоре. Далее внимательно слушаем где-то на расстоянии метр-полтора от консоли, как она работает. Должен быть слышен только звук кулера. Посторонние, отчетливо различимые трески говорят о том, что жесткому диску жить осталось недолго. Это не критично, но повод поторговаться и приготовиться к замене харда. Что на самом деле очень просто. Следующий момент. Проверьте, работает ли привод. Он должен без проблем захватывать и отдавать диск. А также проверьте, записываются ли с дисков игры. Удалите игру, которая есть на диске, затем просто вставьте этот диск и все станет ясно. Если собираетесь качать только цифровые копии, то этот пункт можно пропустить. Последний пункт. Проверка консоли на бан. Порой такое случается и такие приставки пытаются продать. Все предельно просто. Подключаем ее к интернету и пытаемся войти в свой PlayStation аккаунт. Если у вас его нет, предварительно, конечно, лучше создать. Для верности попробуйте скачать какую-нибудь демку. Демка скачивается, все окей, не скачивается, консоль имеет постоянный бан. И покупать такую приставку или нет, решать вам. Я считаю, что лучше купить нормальную консоль без бана и на которой можно играть не только с дисков. С геймпадами также все просто. Посмотрели внешний вид, поклацали, поиграли, попробовали зарядить и в принципе все. Но уделите внимание самим джойстиком. Персонаж должен четко ослушать команды. Не должно быть никаких подтормаживаний при движении. В принципе, как я считаю, если пройтись по всем этим пунктам и пройтись грамотно, то вы уже минимизируете риск купить какую-то неприятную приставку с рук. Если есть чеки или коробка, то это, конечно, только плюс. Подводя итог, хочу сказать, что PlayStation 4 довольно крепкая консоль и вшатать ее не так уж и просто. А если ее хотя бы раз в полгода пылесосить и не ронять на пол, то она прослужит вам долгие годы. Причем это касается всех версий PlayStation 4. Фатки, слинки и прошки, независимо от ревизии. Например, вот эта приставка одна из первых. Ей скоро будет 6 лет и я ни разу не чистил ее от пыли. И пусть она работает шумновато, но до сих пор справляется со своей задачей на ура. И на этой новости я и буду с вами сегодня прощаться. Спасибо вам всем за просмотр. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки и совсем скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok